Итак, друзья, в нашем эфире Сергей Ильчук. Аллилуйя! Я сама очень хотела увидеть этого человека, послушать его внимательно. И более того, я вижу сейчас, как он улыбается. Это просто приятно, радостно. И, боже мой, Сережа, ты его реально радуешь. Класс! Я рада, что ты с нами. Я не буду занимать время эфира. Расскажи чуть-чуть о Сергее. Сергей нам расскажет о взаимосвязи внутренних органов и психике. Может быть, даст какие-то практики. Я думаю, что его поток, он сам лучше его чувствует и сейчас проведет наилучшим образом. Я не буду в это вмешиваться, просто передаю слово, торжественно вручаю вам внимание этих людей. И, пожалуйста, вы в эфире. Благодарю. Спасибо. Добрый день, все наши слушатели. Моё имя Сергей Ильчук. Я сегодня действительно вещаю из Архангельска. Из окна я вижу северную двину. Сегодня был тренинг в Архангельске, первый день, называемый Храм Тела. Как раз, собственно, по теме того, что у нас сегодня будет происходить. И в теме, в тексте, который, как я видел сейчас, Инга представила вашему обозрению, ставлено довольно много тем, которые я кратко сегодня хотел бы обозначить, осветить. И, возможно, позже, на основе имеющихся у вас вопросов, запросов, более конкретно, в последующих взаимодействиях раскрывать эти темы. А здесь я очень последовательно раскрою и отвечу на те вопросы, которые есть сейчас. Итак, само понятие психотелесности. Специфика моей активности профессиональной – это телесно-ориентированная терапия. Я занимаюсь также йогой, практиками, именуемый цигун, базовый психолог. И из этого всего, из моих интересов, увлечений, моих стремлений, сложился некоторый подход, некоторое видение, понимание структуры человека, каких-то внутренних связей, акцентов, внимания, которые я с радостью вам поведаю. И сегодня этим занимался с местными жителями. Итак, психотелесность. Очень много внимания уделяется телу, уму, тело-психика. Говорится о том, что это все связано. На самом деле, это настолько единая система, что выделять даже сам момент, что есть отдельные понятия, уже очень странная вещь. То есть, современное общество, именно человек очень любит анализировать, разделять и, к сожалению, не очень-то хорошо сказывается на нем же самом, на его же здоровье, на его отношениях с миром, с людьми, в его событийности и так далее. Итак, тело и ум очень сильно связаны. Тело и эмоции, тело и психика. И сложно разграничить, где граница. Что есть тело, а где начинаюсь я. Что есть я, и где заканчивается тело. И жизнь телесная. Человек, так уж получилось, телесная форма жизни. И есть физическое тело, которое наиболее, что ли, нам ощутимо понятно. Его можно потрогать прямо сейчас. И предела исследования телесности его просто нет. Сколько лет я этим занимаюсь в разных формах. Каждый день, без преувеличения, это открытие, это какие-то мини-инсайты в чувствовании, в развитии своей сенсорики, в ощущениях телесных запахов, вкусов, взаимодействий, эмоциональной чувствительности. Самый понятный уровень, которым занимается анатомия физиологии, обмена веществ, функционирование систем органов. Более тонкие процессы энергетические, эмоции, которые мы вроде как не можем пощупать, но всем нам это что-то понятно. И нормальное функционирование всей этой системы дает возможность человеку проявляться, творить, взаимодействовать. Очень важный момент, что дает телесная система для человека, ограниченный потенциал для самоисследования. Все разговоры вокруг здесь и сейчас, присутствие, все можно обосновать как раз тем, что все процессы телесные происходят исключительно в данный момент. И очень важно, что тело тем самым дает возможность организовать некую петлю самоосознавания. То есть можно рассмотреть тело как нечто простое и, может быть, привычное, примитивное в чем-то даже, некоторые так к этому относятся. Так и нечто сакральное, тонкое, рассмотреть разные умные названия центров, чакр, божеств, которые живут на разных уровнях, в разных этажах. И разные духовные традиции этому уделяют внимание. Этим образом у нас, просто исследуя свою телесность, есть большая возможность самоисследования через дыхательные практики, через концентрацию, через исследование своей чувствительности. И в этом смысле, может быть, некая миссия человека, одна из миссий, это исследовать возможности вот этой системы. Как я, будучи неким, некой душой или чем-то еще, могу проявляться и жить, будучи в теле. И можно более детально это рассматривать. Очень много уровней. Энергоцентры, если говорить о неком энергетическом строении, каналы, это отдельная целая наука, субцентры различные. И согласованное функционирование всех этих систем, систем органов, каждый из которых пополняет не только, допустим, сердце, перекачивание крови, это еще и тонкие вещи, связанные с чувствительностью, очень в языке русском много метафор. Чувствую сердце, мой сердце тепло раскрывает, распирает, или на сердце камень, или всякая психосоматика, в животе что-нибудь с желудком, и с иными частями органов. И в этом смысле наша эмоциональная жизнь очень ярко проявляется в теле. Как раз этим занимается телесно-ориентированная терапия, рассматривая вот эти связи и исследуя, как в данном конкретном человеке проявилась эта связь, где человек мог запутаться, на каком уровне, как застыв, возможно, в эмоциональном состоянии, нарушил свои обменные процессы, нарушил свои обменные процессы с миром, не только внутренние, тонкие всякие штуки. И вот чего мы сегодня касались, кстати говоря, с группой в Архангельске, очень важный момент, которого касается абсолютно каждый человек, это некая постепенность интеграции тела. Потому что, как ни странно, несмотря на то, что мы живем в теле, далеко не каждый человек принимает это тело. Далеко не каждый человек понимает ценность этого тела. И вот самый простой уровень – это знакомство с телом на «вы». С телом на «вы». Тело – это вот нечто такое, что у меня есть, так получилось, и где-то в стороне все это есть. Следующий вариант, когда мы все-таки на «ты» обращаемся, тело должно, тело оно, вот практически все равно это отчужденное такое. А следующий вариант – это «мы». Мы там с телом, у нас что-то такое. Тоже несколько отделенно, но ближе. И следующий все-таки момент – это «я». Несмотря на то, что сейчас еще много разговоров по поводу некого разотождествления с телом и так далее, отождествитесь сначала, прочувствуйте всю красоту этой системы, и только тогда уже можно говорить о том, что вы познали, прочувствовали, и возможно стоит, а может быть и не нужно, все-таки. И вот это целостное «я» телесное, психотелесное, где нет границы между «я» и телом, нет границы между моими проявлениями и мной. То есть, тотальная целостность чувств, эмоций, проявлений. Что происходит? А, вот. И еще что важно отметить здесь, я прямо очень быстро по теми-то вещами иду, очень много карт, очень много систем, которые говорят, «это устроено так, а это устроено так». И зачастую современный человек, который чем-то интересуется, путается в этом во всем, и не понимает, на что ориентироваться, и тратит очень много времени на то, чтобы исследовать это, как это сопоставимо с этим и так далее. И остается все равно в каких-то концептуальных раскладах. Ценность, очень важная ценность, которую, я считаю, прямо поставив в углову угла, в групповом взаимодействии, в индивидуальном взаимодействии. Это опыт. У меня камера выключена. Оу. Сейчас мы меня видите? Мне сказали, что меня не видно. Много карт и очень важный момент опыта. И отсюда очень важны практики. Практики, которые вам дают непосредственно именно ваш опыт. Ваш опыт, благодаря которому вы можете построить свои ощущения, свою правду, можно так сказать, в каком-то смысле. И цель, переходя к различным энергетическим практикам, цель настроить систему, чтобы она функционировала цельно, целостно. Слово «целостность» некое. Здесь мне нравится иногда использовать некие технические примеры, метафоры, когда можно соотнести это вполне с каким-то техническим устройством. И в каждом устройстве всегда вы получаете инструкцию. Вы можете ее изучить, можете ее не изучать, но тем не менее вы можете не знать каких-то функций, можете не знать, как то или иное явление устроено. И в этом смысле многие системы практик являются собой инструкцией. Как та или иная система органов должна функционировать. Что происходит? Вот. И переходя к каким-то еще важным моментам, что мне хотелось бы обозначить, активизация энергетических, цель энергетических практик является еще и не только активизацией, но так-то разблокировкой ресурса. Потому что очень много я сталкиваюсь с тем, постоянно с тем, что многие люди в каких-то местах, в каких-то сферах жизни очень сильно зажаты. Это связано с эмоциональной сферой, это связано с какими-то творческими проявлениями. Часто это может быть связано, если уходить в корни, с какими-то детскими периодами, когда люди были очень открыты, слушали, что им говорят. Там не всегда адекватно было их окружение, люди сформировались. Вот. И телесно-ориентированная терапия в этом смысле дает возможность раскрутить это все и разобраться в причине, почему я в этом не проявлен, почему я искрово вскрываюсь, возможно, от чего-то, да, возможно, я иду в одни отношения, в другие не иду, почему ко мне приходят вот такие люди, почему такие ко мне не приходят, почему я на это готов, а к этому не иду, например, да, почему я какие-то явления и события в своей жизни стопорю элементарно, да, и так далее. Таким образом, базовая посылка, может, базовый такой постулат телески, то, что тело отражает вашу эмоциональную жизнь, ментальную жизнь, да, то, как вы думаете, ваши шаблоны поведения, шаблоны мышления, да, которые, среди них следуют шаблоны поведения. А, Игорь, зачем ты выключил камеру? Спасибо. Вот. И переходя к категории некоего эмоционального здоровья, да, и разведения эмоциональных реакций и эмоционального состояния, здесь тоже очень важно это обозначить, эмоциональная реакция всегда идет в моменте. Я отреагировал на что-то. Как правило, негативное некое проявление – это эмоциональное состояние, человек может залипать в тех или иных явлениях, да, в той или иной реакции. Эти эмоциональные состояния могут раскрываться на целую жизнь и тянуться за человеком, да. Таким образом, вот, можно сказать, эмоциональное здоровье – это некая нейтраль, из которой вы можете идти и плюс, и минус, и свободно проживать это, и не быть привязанным к этому, да, то есть не быть подверганным какому-то определенному шаблону. И громче. Хорошо, понял. Таким образом, шире сказать, образ мысли порождает систему ваше восприятия и эмоционального реагирования, да, то есть есть некоторый концептуальный аппарат. Понял. К сожалению, да. Главное, хоть вы меня слышите. Видимо, интернет не очень быстрый, поэтому, ну ладно. И получается, что ваше мировоззрение формирует ваши эмоциональные реакции, ваша эмоциональная реакция формирует вашу специфику телесности, да, специфику вашей телесности, которую можно читать, видеть, и видеть отсюда, как вы живете, и откуда вы живете, да, как вы мыслите, и как вы реагируете. И, соответственно, корректировать это, да, что тоже очень важно. Любое сознательное существо человеческого рода племени... Так, зачем-то я продолжаю. И что еще важно обозначить, это человек, то, с чем я сталкиваюсь часто, это человек увязает в медленно-волновых состояниях, страх, тревога, ну и прочие подобные вещи, производные, да. Страх, причина может быть какая-то давняя, с этим тоже можно всегда разбираться, но это, как правило, что какая-то неуверенность, какой-то, опять же, шаблон, я не способен, я не умею, у меня не получится, еще что-то такое. То есть, но у каждого, опять же, человека есть возможность трансформировать эти шаблоны мышления, поведение, и в каждый момент является переходной точкой между прошлым и будущим, так называемым, да. Если мы не сознательны, не внимательны, мы перетаскиваем наше прошлое в так называемое будущее, и переходной точкой здесь является наше настоящее. И момент настоящего, вокруг как раз которого очень много различных разговоров, и мастера многие об этом говорят, я об этом скажу вам, что момент настоящего – это целое пространство, потенциальное пространство для неких, для любых изменений, да, для самой трансформации, причем очень быстрых, иногда мгновенных, иногда хватает понимания, да. Я хочу с собой свои, эти вещи, эти проявления нести в жизнь дальше, эти не хочу, это мне не нравится, это неконструктивный вариант поведения и проявления. Вот. И, соответственно, довольно быстро, да, вы можете трансформировать свое отношение к миру, к людям, к тем или иным сферам жизни и так далее. Естественно, любые мастера, тренера являются некими носителями, может быть, не то чтобы эталонов, но каких-то, ну, может быть, настроек, да, которые вам могут быть ценны для того, чтобы настроиться, некий камертон, да, сонастроиться. Ну вот. И жизнь в ладу с собой, быть радостным в ощущении себя, в самопроявлении, во взаимодействии с миром, с людьми, да, проявляясь творчески, так, как вам это интересно. Телесность, контакт с реальностью, вот такой, да, один из постулатов, что ли, можно сказать. Тело, это, это ваше ощущение, да, это ваш, ваш эмоциональный контакт с человеком, с деревом, который я вижу сейчас напротив в окне, с любым явлением природы, да, так и с собой, по большому счету, да, мы очень телесны в наших ощущениях, можем погружаться в наши ощущения глубже, 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 и тем самым вот это ощущение глубины момента, да, очень ярко приходит. Это очень простая практика, которую мы можем внести в свою жизнь. И часто практики вводят как нечто отдельное от жизни, надо время для того, чтобы сесть, подышать, попрактиковать, сходить куда-то к кому-то. Это самые настоящие практики, самые глубокие практики, не отдельные от жизни. Это ваша внимательность, да, о чем я хочу сказать далее. Внимание – очень важная категория, где ваше внимание, там и вы, да, если вы невнимательны, вы протаскиваете то самое прошлое, ваше будущее. Если вы не управляете своим ресурсом, да, то им кто-то управляет, как бы это и звучало. Это очень важно. То есть вы вольны направлять внимание туда, куда вы хотите, и это самая первая практика, да. Направлять внимание вы можете на что? На ощущения, на ваше дыхание. Дыхание – очень важный процесс, который тоже всегда происходит в моменте. И я очень большой акцент делаю на дыхательной практике в групповой работе, и также в индивальной. То есть это тот процесс, который, как правило, и как чаще всего вижу, пережат. Он не происходит в полной мере. Глубокое дыхание животом, да, люди в основном дышат там неповерхностно. Дыхание – это процесс некого энергетического самообновления, можно так сказать. Постоянное обновление, да. И либо мы что-то держим в себе и не дышим, да, и как бы такой загрязненный ручеек с листьями или еще чем-то носим с собой. Либо мы дышим легко, принимаем этот момент, пропускаем, проживаем и открываемся новому. Важный концепт – движение. Да. Я занимаюсь также движением, это связано с танцевально-двигательной практикой, с теми же сами цыгунами и иными, да, какими-то вариантами движения. Мне очень нравится танец сам себе. Движение – очень важная основа практически любого человека. Движение – жизнь, да, движение в суставах, движение – эмоциональное движение, движение в позвоночнике, движение во многих аспектах. И самые простые практики могут быть связаны просто с какими-то простыми актами движения. Поэтому всем этим темам можно очень детально посвятить большее время, да, так очень кратко всему. А жизненность, жизненность и сексуальность, например, да, тоже важный момент такой, наверное, прямо сейчас все прильнули к экранам. Часто мы видим привлекательных людей и, ну, внешне привлекательных с точки зрения некоторых норм, шаблонов, что ли, да, но вот в них нет жизни. И одновременно можем видеть людей, которые, может быть, не столь привлекательны с точки зрения картинки, да, которые рисует современное общество, но что-то в них очень вкусное такое, да, жизненное. И сексуальность мне очень нравится рассматривать у меня как некая жизненность, то есть то, насколько много жизни в этом живом существе. Жизненность как чувство жизни, жизненность как ощущение себя, жизненность как ощущение и открытость, да, всему происходящему. Это же и есть некая привлекательная характеристика, очень ценная для нас в общении с близкими людьми, да, мы всегда очень ценим какие-то очень тонкие такие вещи, которые сложно иногда охарактеризовать какими-то эпитерами, да, но вот мы всегда можем сказать, что человек, которым много жизни, который светится, немного и сексуальности, да, то есть некоторые потенциальности, которые хочется, может быть, и продолжить, да, во времени, так можно сказать. Итак, развитие сенсорно-эмоциональной чувствительности, развитие интеллиции. Вот я про сенсорную чувствительность очень многое сказал на самом деле, да, ваша внимательность – это уже раскрытие вашей чувствительности. Вы направляете внимание на ваши ощущения, и эта сфера вдруг начинает раскрываться, да, есть основные каналы, например, киноэстетика, да, ощущения телесные, например, это запахи, еще один канал, зрительный канал, да, аудиальный канал, звук, да, и так далее. И направляйте на это внимание. Вот ваше прямое развитие. Совершенно не обязательно слышать другие сферы, попробуйте чувствовать биение своего сердца и шелест листьев за окном. на планете, земле вы живете, так много всего интересного на самом деле. Ага, и... Что, что? Эмоциональная чувствительность, общайтесь с людьми, чувствуйте людей во всех проявлениях, во все моменты, да, возите интуиции, нечто тонкое, что строится и на телесной чувствительности, и на эмоциональной чувствительности, да, некое ощущение, что вот так, так правильно для меня сейчас, а так мне, может быть, не нужно, да, то есть вот очень важно чувствовать себя. И это все складывает именно ощущение себя, да, и к чему мы дальше переходим, важное... А еще один момент. Еще важные моменты, вот некие психотелесные практики, да, в процессе того, чем я занимаюсь, а я занимался и групповыми занятиями в Ярославле, да, вот тренингами занимаюсь, индивидуальной работой, сам практикую, все равно это некий эксперимент, постоянно все равно это исследование, даже, наверное, больше исследование слова нравится. И когда вы во что-то входите, сначала для вас существуют какие-то уже разработанные системы практик, шаблоны какие-то, да, можно так сказать, когда вы идете дальше, для вас шаблоны начинают отходить, в чем бы это ни было. Музыкой вы занимаетесь, графикой, телесной работой, либо вы парикмахер, да, либо вы танцем занимаетесь, перестают иметь место быть какие-то виды танцев или примеры, как рисовать, да. Получается, что из всего мы складываем нечто свое, некие свои, близкие нам варианты работы. У меня так же сложилось и складывается дальше. На основе систем практик йоги, да, связанная с суставно-сухожильной работой, с работой с более тонкими процессами энергетическими, да, вниманием, концентрацией, медитативными практиками и практиками телесно-ориентированной терапии, да, которые можно применить не только в парном контексте, но и для себя, да, зная и понимая устройство психоэмоциональной системы, да, какие напряжения эмоциональные проявления могут отражаться в теле. Из всего это сложилась некая система практики, которая подается мною как в отдельных форматах занятий, так и внутри тренингов. Да, то есть вот такой целостный концепт, целостный, можно сказать, продукт, как сейчас говорят, да, который очень легко можно представить и тоже разобрать его отдельно, более детально, а может быть даже показать, если будет возможность такая, сделать прямо занятия регулярные легко. А чувство «я» есть, к чему мы дальше переходим, что, наверное, самое важное здесь, потому что тело, тело классно, иногда людям кажется, ну тело и тело, ну ничего, да, я привык к этому. И зачастую у нас замыливается то, что нам привычно, к сожалению. Как я уже говорил в самом начале, тело дает нам огромнейший потенциал самоисследования. Тело всегда живет в моменте, и вот это присутствие, вкус присутствия, я чувствую очень глубокое такое самоузнавание, чувство «я есть», которое является, я бы сказал, исходной точкой вообще, исходным пространством для жизни. Да, вот это вот очень глубокое ощущение себя, из которого есть очень четкое ощущение правильности движения, правильности своих проявлений, правильности пути, ощущение того, с кем мне по пути, а с кем, возможно, нет. Да? Где мне место сейчас, а где сейчас мне быть, может быть, и не нужно. Вот это вот центр, это ваша главная практика, на самом деле, присутствие. Да? Через это можно приходить, через телесную работу, через дыхательные практики, ну, так или иначе, телесная работа. Но основа этому некое присутствие. присутствие. Можно говорить о душе, много разговоров про душу, но, честно скажу, на меня эти концепты тоже начинают как-то отходить. Есть вот некое я, которое сложно назвать чем-то. Да? Да, я человек, возможно, да, но вот если брать еще глубже, еще глубже, еще глубже, есть некое самоосознавание, больше нет ничего на самом деле. И вам еще нет предела. Вы не можете обозначить, где заканчивается я. Да? Здесь начинается адвайта, все что угодно, я это вот есть все, то есть то, что осознает себя в множестве форм. Но если рассматривать все-таки концепт души, то мне близок вариант такого многопластовости нашего существа, многоуровневости. и на самом плотном уровне тела это самый плотный уровень души, да, можно сказать. Мы и есть душа, да, потому что сейчас много таких, опять же, выражений в языке. Чаще чувствовать душу, чувствовать голос души, то есть получается, этими словами люди говорят, что они отделены от этого, да, они не есть душа, но надо с кем-то там связаться по какому-то скайпу или еще иной форме связи, через сердце, через какой-нибудь канал особенный у каждого по-разному. Вы и есть эта душа. И вопрос в том, просто насколько вы глубоко это осознаете, насколько глубок этот самый контакт с самим собой, да, с своей дорогой жизни, можно так сказать. И отсюда вот важно обозначить тоже вот три слова. Информация, знание, опыт. А книжная истина – это информация, знание – это, может быть, нечто более глубокое, опыт – это то, что вы пережили на себе, через себя. Для вас это опытная истина, да. Вот то, о чем я говорю от слова до слова, с самого начала нашего общения, скажем так, это мой опыт. И я могу опираться только на него на самом деле. Я могу верить каким-то, ну, верить, да, доверять, изучать то, что говорят мастера, близкие мне, но тем не менее у каждого существа есть возможность складывать свою картину и свою истину в некую, да. Есть какие-то объективные вещи, вот всякие тонкие вещи, они очень индивидуальны, интимны, я бы даже так сказал. Вот. Из «я есть» есть то самое здесь и сейчас, да. Про обозначаемое мной ранее вот это прошлое, настоящее, будущее, наша линия жизни, линия времени, мы всегда находимся в настоящем. Вопрос в том, осознаем это или нет, да. Откуда мы принимаем решения и откуда мы действуем? Из настоящего или из привычек прошлого или из планов, да, каких-то таких вещей, то есть часто в жизни человека как таковой реальности нету, да. Отсюда следующий момент, кратко тоже, личность, ум, восприятие, внимания. Личность, да, как некий концепт, я бы даже так сказал. Я концепт, который человек сознательно или бессознательно ему помогли сложить. И можно себя отождествить с этим и считать, что я это концепт. Можно простраивать эту я-концепцию, да. И вполне классно, да, можно очень активно и конструктивно выстроить себя. Можно понимать условность этого я-концепта, да, и идти глубже, например. И в этом смысле ум тоже как некий наработанный инструмент, который нам можно использовать для коммуникации с миром, да, с любыми формами этого мира. Вот. Самоосознавание. Вот я об этом уже много на самом деле сказал, и все-таки вся тема телесности, несмотря на то, что мы с нее начали, она для меня является входным, входной дверью, да, для изучения себя. И если мы с тела начинаем на групповых процессах, то скорее мы идем к более тонким вещам, да. Таким вещам, которые можно именно прожить, которые зачастую даже не передать, не то, что словами, а вот каким-то иным образом. Можно почувствовать в пространстве тренера-мастера что-то, да, почувствовать себя по-новому. Но тем не менее, это все равно нечто глубоко интимное ваше. Это ваша истина, ваша правда, ваши ориентиры в жизни, ваши выборы, ваши действия или бездействия, да. Это часто используется такая фраза, вы приходите одни и уходите одни. На самом деле, никто вам в той или иной, ну, может быть, у вас из присутствующих есть такой опыт. Я одно время жил из концепции инкарнационной, потом у меня отвалились все основания, считать, что это так. У меня нет оснований считать, что мы перерождаемся, например, да, то есть, с точки зрения именно исследования. и что там, да, за пределами осознавания этой личности, на самом деле, очень много версий. И мы можем идти к этому только через исследование, на самом деле, принимая как версии чьи-то концепты. Можно это сделать, да, но тем не менее, каждый исследователь ведет свой опыт. И в этом истинно, на самом деле, да, для меня, по крайней мере, это так. Творчество огромнейший тоже концепт, который очень широк. То, о чем я сказал, допустим, вот эта исследовательская активность, да, вся жизнь как некая исследовательская активность, для меня тоже творчество, творение, творение своей жизни, творение себя, можно даже так сказать. Это первичное творчество, творение своего пространства, неважно, сколько у них людей, да. Важно то, что, хорошо, сейчас завершаю процессы, к вопросам перейду. Если идти шире, то каждый из нас пришел с талантами, да. И, да, к слову, давайте действительно предложу, задавайте, пожалуйста, письменные вопросы, потому что еще несколько минут я завершу то, что мне бы хотелось в первую очередь сказать, у нас будет еще какое-то время на вопросы, поэтому вы уже можете их сформулировать и обозначить письменно, да, я к ним потом обращусь. Итак, творчество. И от некого самотворения, да, самосотворения, потому что я исследовал и процессы через, например, какие-то астрологические вещи, и разные, опять же, подходы есть, человек приходит с какими-то качествами, какой-то истории жизни, которые надо осуществить, у него есть вот программа, есть другие версии, человек творит сам, у него есть исходная точка, точка вылазки некоторой, через которую он приходит, и у него есть полное творчество, он может сделать все, что угодно. Я бы сказал, моя, по крайней мере, версия такая, чего для меня является сейчас истинной, это то, что есть и то, и то, и так, и так, и сам интересная красота, что, еще интересная интересная, что если мы верим в это, у нас так, верим в это, у нас так, исследуем, а у нас и так, и так, и так, и так, да, у нас есть исходная точка, у нас есть какие-то таланты, но у нас есть возможность их раскрыть, у нас есть возможность завялиться и заболотиться, да, У нас есть возможность раскрыть очень многое, то, что у нас было в таких латентных свойствах. А можно не раскрыть даже самое явное. И в этом смысле у меня близок к концепт некой ответственности перед собой. Не совсем, чтобы страшно от этого слова было только. То есть в этом интимном процессе жизни вы так-то сами перед собой, сами с собой на самом деле живете, несмотря на то, что у вас есть близкие, родственники, очень близкие люди. Вы живете сами с собой, и вот этот вот глубокий процесс, глубокие пространства зачастую знакомы и понятны только вам. И вы можете очень многое из себя сделать, если захотите. Если вы понимаете, что бы вы хотели, в какие направления вам хотелось бы направиться, что бы вам хотелось развить в себе, какие качества приобрести. И это не пресловутые цели. Я ставлю себе цель, цели надо достигать. Я говорю о тех вещах, которые вам близки природным. То есть есть природный отзвук. Да, это мое, мне это интересно, я это хочу. И это не представление о жизни моих родителей, моих родственников, моих разных кругов общения школьников, ценности этих людей вокруг. Это не ценности из такой или иной книжки. Это то, что я, как существо, находящееся вне пределов духовных традиций, ну, серьезных традиций, еще наих словах, на самом деле социально-культурных каких-то граней, да, вы можете быть во всем этом, уважать это, знать языки этих сообществ, да, общаться с всеми ими, но не быть отождественным с этим. Тогда у вас открывается временнейший простор. Творчество в дальнейшем, когда вы чувствуете то, что вам близко, то, что вам хочется делать, я бы сказал даже так, то, чего вы не можете не делать, в принципе, на своей природе, делайте это, занимайтесь этим. Это то, что у вас от природы лучше всего получается, развивайте эти таланты. И этим, на самом деле, занимаясь этим, вы будете испытывать огромнейшую радость, удовольствие, удовлетворение сами. И отсюда вы можете, и только отсюда вы можете принести самые большие блага людям, да, миру, космосу, там, всем богам, всем демонам, всем, вообще всем. И прожить эту жизнь вкусно, мне нравится, вот вкусно, с радостью. Ну, все, да, и это и есть миссия человека. Переходя к самой последней фразе, на мой взгляд, это и есть миссия человека. Исследовать себя, исследовать свою природу, исследовать то, где он, исследовать землю, исследовать все, что вам попадается под руку, знать свои вектора жизни, проявляться в обществе. Хорошо, вот, и вот, мне тут, Игорь, подсказывает, что еще хочется сказать мне про расслабление. Давайте мы сейчас завершим, может быть, такой простой практикой, на несколько минут буквально, потому что практика можно посвятить вообще отдельную встречу. У меня сейчас в работе книга, по всей видимости, уже две или три, потому что за это время было очень много текстов, часть из них выкладывается там на страницах, да, там в сообществе кое-каких своих. Но вот все-таки практики. Я говорил про дыхание, да, про какие-то практики в концентрации. Самые простые вещи, которые вы можете делать прямо сейчас, если вы сидите, если у вас есть возможность лечь, или ляпьте, или сядьте, как вам удобно, и закройте глаза. Настройтесь на процесс дыхания, глубокий процесс дыхания и ощущения в теле. Почувствуйте, возможно, эмоциональный заряд. Я очень эмоционально сегодня излагаю. Почувствуйте, возможно, отклик. Я уверен, я чувствую, не знаю, сколько вас, честно, не представляю даже количество слушателей, но я чувствую эмоциональный отклик, такой наблюдающий, исследующий. Глубокое дыхание. И мы пройдемся по частям тела. Вы направляете сейчас внимание в стопы и отпускаете напряжение. Пальцы ног. Голи на стоп. Глубокое дыхание с акцентом на выдохе. Голени. Как будто вы выдышите всем телом. Колени. Медра. Таз. Низжелота. Ягодицы. Общий крестец. Живот, внутренние органы. Ясница. Гридной отдел позвоночника. Ягодицы. 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 Офигston. А что такое это? Внутри ощущение себя. в то чувство себя, которое сейчас есть, в тот центр вас, в котором глубоко откликается то, о чем он говорил выше, плечи, шили, локти, плечи, кисти, пальцы, рук, внимание на дыхание, на ощущение в теле, шея, горло, язык, челюсти, губы, щеки, веки, глаза, брови, лоб, волосистые через головы, затылок и охватываем вниманием все тело, наше внимание на чувство, я есть, я дышу, я есть, я чувствую, не знаю, чего я хочу, что для меня значимо, чему я уделяю внимание, время, что я буду делать через полчаса, через пять минут, на что будет все это направлено. такое ясное чувство путей и живите из этого чувства. неважно, чем вы занимаетесь, вы гуляете или вы общаетесь с людьми или выполняете какие-то актуальные жизненные задачи, любого рода абсолютно, да, вот ваш исходная точка, из которой происходит именно ваша жизнь. вот такая красота. так, к сожалению, я больше не вижу процессов, точнее, вопросов, извиняюсь, не вижу вопросов. некая логика, да, наверное, обозначенного, подходит к завершению. я полагаю, что мы, не полагаю, в принципе, так и есть, мы касаемся тех вещей, особенно в завершении которых, наверное, нет особых вопросов. мне нравится применять еще, кстати, одной практике, я скажу, которую я могу вам преподавать на сегодняшний вечер, вести свою жизнь регулярно. это работа с зеркалом. вы можете сидеть напротив зеркала или стоять напротив зеркала и просто всматривайтесь в свои глаза. очень простая практика концентрации самоисследования. мне нравится говорить так. посмотрите в глаза, в которых есть ответ на актуальные вопросы. да, позже посмотрите в глаза, в которых нет вопросов. о зрении. поясни, пожалуйста, Игорь, я не понимаю, что имеется в виду про зрение. вот Игорь задает какой-то вопрос про зрение. вот, но я продолжу, пока он поясняет, пишет мне, я продолжу про эту практику, да. может, просто регулярно садитесь перед зеркалом и смотрите в себя. чувствуете себя. вот такое, такое официально, как будто вы смотрите и хотите вчувствоваться, всмотреться, прочувствовать еще лучше. и я бы сказал, что посмотрев на линии в жизни зрение с ничьей. сейчас хорошо понял, завершу про это и скажу. просто в процессе жизни вы становитесь, для вас становится лучше, чувствуете себя. иначе я бы сказал это не писать. очень простые слова. чем дальше, тем проще, короче говоря. просто лучше чувствуете себя и не нужны вам по большому счету какие-то обильные эзотерические выкладки. эзотерика очень практична. если она не практична, она вам не нужна. так скажем. про зрение. и опять же, эти вопросы можно открыть специально, допустим, в беседе про практики и провести их все. про зрение. Игорь пишет про зрение. если какие-то проблемы со зрением, чаще всего это связано с тем, но опять же надо разбирать каждый конкретный случай. чаще всего это связано с тем, что человек, ну элементарно, чего-то не хочет видеть. и что он не хочет видеть, это уже конкретная ситуация. он не хочет, может быть, он выбрал такую стратегию для себя из детства. может быть, это приобретено в процессе жизни и произошло в контексте каких-то социальных взаимодействий. а, ну, хорошо. а, вот. и здесь важно посмотреть, чего я не хочу видеть. если здесь есть какая-то наследственность, то смотрите возможно, может быть, какие-то шаблоны поведения и восприятия унаследованной вами от родителей. да, следующий момент это элементарное развитие вашего, вашей зрительности. это элементарные упражнения, связанные с, ну, глазодвигательные различные. да, там тоже опять же надо смотреть, что это такое. дальнозоркости, близовидности и так далее. или это связано еще с какими-то вещами. да, есть упражнения, связанные с концентрацией, например. свеча, да, это упражнения гинастики различные, известные, да, связанные с выводом взора где-то далеко по 45 вверх, вправо-влево, вверх-вниз. да, переключение внимания от близких объектов к дальним. это очень хорошо сейчас делать для людей, которые на природе бывают или живут в высоких домах. можно посмотреть на окно и далеко, да, например, так. по поводу визуализации, ну, честно говоря, не вижу функциональности большой визуализации. потому что, ну, собственно, зачем, да, надо смотреть, зачем это все вам. визуализировать какие-то мандалы, картинки, не ближе идти в ощущения, которые более реальны, нежели какие-то визуализации. понятно, что есть такие практики к направленной визуализации, где вам задается какая-то тема, например, там, дорога жизни, да, какая у вас дорога жизни, да, что у вас встречается на пути, может быть, она какая-то каменистая или она очень легкая, или иные, там, древо жизни, да, какие-то денежные деревья и так далее. вот, поэтому тут надо смотреть, зачем это все. так напридумывать себе можно чего угодно, визуализировать очень много практик напридумано, и люди на это ведутся, они считают, что это их спасет, это им поможет, именно это им поможет, говорят с экранов телевизоров те или иные продавцы. ну, будьте внимательны, помогает ли оно вам, помогает ли оно вам на самом деле, или это просто вариант, типа, какие-то свои фантазии, да, может быть, намного более ценно посмотреть на себя в зеркало и ничего не визуализируя, посмотреть вглубь себя. именно об этом, на самом деле, разговор, управлять вниманием, разговор, да, в духовных традициях, в, если говорить более какие-то радикальные вещи, там, дзен, да, просто присутствие, больше ничего нет, никаких разговоров, никаких визуализаций, никаких представлений, все, присутствие, больше нет ничего. управлять вниманием. Как управлять вниманием? Будьте внимательны к тому, что вы хотите. Если вы сейчас здесь, направьте внимание на ваше дыхание, направьте внимание на ваше ощущение в ноге, на ваше ощущение в груди, на ваше ощущение в любой части тела. Когда вы идете по улице или находитесь в общественном месте, смотрите, на что вы, на что ваше внимание слетает, так скажем, да, сколько раз оно слетает, вы можете обнаружить, что вы уже потерялись, и смотрите по сторонам, взеваете туда-сюда. Одновременно вы можете идти и быть внимательны к своему дыханию, например, да. И, к слову говоря, это не значит, что вы отключаетесь от всего мира, да, скорее, наоборот, вы более, более присутствуете в этом мире. На самом деле, мир, он как раз в этих ощущениях, да, в этот момент происходит мир, в каждый момент происходит мир. Поэтому управлять вниманием, просто берете и управляете. Хорошо, понял. Так, мы уже завершаемся, время я вижу, значит, завершающее слово мое будет таковым. Первое. Я обозначил очень много тем, очень кратко, и в этом я видел некую ценность, чтобы потом на основе обратной связи слушателей, на основе, может быть, нашего коннекта с индиговцами придумать наши форматы следующего взаимодействия. Я думаю, что они будут точно. Вот. Следующий момент. Есть довольно много различных мероприятий очного характера. Это тренинги в городах России, возможно, далее и не только России. Это форматы индивидуальной работы, опять же, в этих же самых городах. Это форматы вот таких вебинаров, да, потому что, скажу честно, мне очень важны организаторы. И очень намного просто не хватает реально времени и рук, и я думаю, вы прекрасно понимаете, что здесь очень ценен организатор, который знает, понимает, какая-то специфика есть к этой аудитории, поэтому мне очень было бы интересно, например, первый опыт вебинара, но прикольно, мне понравилось. То есть можно раскрывать какие-то темы. Можно приходить и приезжать на тренинги, да, есть личные страницы ВКонтакте, в Фейсбуке, есть Инстаграмы различные. И я думаю, что ребята смогут, да, я, например, соберу им пачку ссылок, и всем интересующимся или на какой-то особой странице они смогут это все разместить. Вы можете подписаться на страницу, зайти в группу, там, есть паблики какие-то, в которых, например, один из пабликов публикуется, мои тексты, я сам их публикую, да. Есть паблик, связанный с массажным пространством, называемый Relax Room в Ярославле, это такое базовое место, где я функционирую. Есть сайт Relax Room, есть страница ВКонтакте в Фейсбуке, есть список услуг. Можете приехать в Ярославль, такая практика бывает, люди приезжают из других городов, да, в Москве бывают часто, и устраивают там мероприятия, и взаимодействуют с людьми. То есть вариантов взаимодействия много, если вам это интересно, выходите на связь, и мы все устроим. И, в общем, основа следующих мероприятий – это ваш интерес. Вы обозначаете, нам интересно, а тем то-то, то-то, делаем. Все, людей. Все, на этом мое слово завершается, я вижу уже двое двоих юридиговцев, они, видимо, готовы вступить и передать слово следующему спикеру. Я не слышу, чего они говорят, честно говоря. Они машут руками. На блин, да? Я вас слышу. Да, какие друзья? Привет. Меня вообще не было видно, реально, да. Уже слышно нас, слышно, да. Нас. Слышно нас? Отлично. Слышно, да. Друзья. Заключи, пожалуйста. Великолепный монолог у нашего прекрасного друга. Спасибо тебе огромное, Сергей. Спасибо. Я очень рада, что ты согласился участвовать в нашей программе. Я надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество. Мы благодарим тебя за выступление, даже несмотря на то, что тебе не было видно. Ты очень интересна, сколько провести. Я думаю, многие даже прочувствовали, вот как они тебя видят через твой голос. Большое спасибо. Спасибо вам, ребята, большое. Какие остались вопросы, зрители можете написать на страничке. Сергей ответит потом после эфира. Спасибо, Сергей. Хорошо, спасибо, ребята. До связи. Всем мир. Я жму на кнопку красную, видимо, да? Да. Счастливо. Спасибо. Добро. Пока.